Привет, просветители! Пару недель назад мы с вами обсуждали те многочисленные изменения, которые должны прийти в российскую школу с 1 сентября этого года. Патриотизм, патриотизм и еще немного патриотизма. Ну и телефоны будут отбирать. Но, как оказалось, уже сейчас. Действительно, от чего сентября-то ждать? Работа учителя немного, сильно, отличается от той картины, которую обычно представляют себе люди, не связанные с образованием. Всем нам уже знакомы подобные фотографии. А если вы подписаны на мой телеграм, то вы видели их часто. У кого-то они вызывают всплеск положительных эмоций, у кого-то не очень, предатели. Но в любом случае, это наша новая реальность. Если вам вдруг казалось, что патриотическая работа в школе этой весной ограничивалась исключительно построениями и подобными фотографиями, то спешу вас успокоить, нет. Иное дело, мало кто представлял, сколько на самом деле мероприятий требуют от школы и учителей. Спойлер. Много. Очень, очень много. На прошлой неделе мне написала учительница одной из школ Самарской области. Не буду называть конкретное учебное учреждение и город, чтобы не подставлять человека. И поделилась планом воспитательной работы, который на школу спустили... сверху. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. А перед вами на секундочку сидит человек, который не понаслышке знает о планах, мероприятиях и отчетах. А еще регулярно вот такие фотографии в Телеграме публикует. Если вдруг вашего ребенка вечером начнет тошнить, не волнуйтесь. Скорее всего, из него просто патриотизм выходит, потому что я не могу представить иной реакции на такое количество мероприятий, поднимающих боевой дух. Нет, если товарищи пытаются добиться аллергии, то тут, конечно, вопросов нет. Все претензии снимаются. Просто, чтобы вы понимали, за одну неделю учитель, который мне написала, провела семь внеклассных мероприятий. Семь, Карл. И это еще не считая тех, которые изначально стояли в плане воспитательной работы. Кайф. Господа, которые любят говорить, что школа не занимается воспитанием, ваш выход. Прошу на сцену. Каждый подобный ивент проходил после уроков. Дети просто счастливы были. Естественно, с обязательным фотоотчетом. Само собой, если не было фотографии, то не считается. Как иначе чиновникам отропортуешь, что все сделано. Кстати, по поводу отчетов и фоточек. Со мной недавно другой преподаватель поделился просто потрясающей историей. У них каждый день один класс спускается в столовую, и специально для этого класса достают красивые тарелки. Кроме того, совершенно другие салфеточки тут же раскладывают. Все это дело фотографируют и выкладывают на сайт учебного заведения. Ну и кроме того, эти же фотографии к отчету прикладывают. На следующий день уже другого класса очередь за красивым столиком с красивыми тарелочками посидеть. И таким образом школа делает вид, что у них просто замечательная столовая. Ну а что, по фоточкам-то все просто шикарно? Вот так и живут. Но вернемся к нашим неклассным мероприятиям. У учителя возник вполне логичный вопрос. А как это будут оплачивать? Ну, знаете эти современные учителя, которые вместо того, чтобы работать за идею, деньги хотят получать? Предатели! Думаю, вы уже знаете ответ на ее вопрос. Никак! Ответ директора Это же патриотическое воспитание! Какая оплата? С другой стороны, в Кантамансийском округе учителей заставляют остановки мыть. Подробнее вы можете почитать в моем телеграме. Так что тут еще повезло. А теперь давайте конкретно разберемся, что же там проводят в таком количестве. Про качество мы ничего не знаем. У меня есть шпаргалка, потому что запомнить все это... Ну, извините. Естественно, прежде чем с детьми работать, сам педагогический коллектив должен быть достаточно подкован. В знаниях об украинских учебниках. Это важно. В мае, конечно, можно детей к ЕГЭ готовить, но лучше поучаствовать в педсовете, на котором учителей познакомятся с результатами экспертизы содержания украинских школьных учебников. А экспертизу российского курса «Нравственная основа семейной жизни» с телегонией в качестве бонуса никто провести не хочет? Нет? Ну ладно, пойдем дальше. Просмотр записи пресс-конференции с участием министра просвещения России Кравцова «Украинские учебники как элемент пропаганды и ненависти». Окей. У некоторых педагогов вполне может не оказаться телевизора дома. Где-то сейчас стало плохо одной Маргарите. Поэтому в педагогических коллективах необходимо провести совместный просмотр фильма о событиях на Донбассе. А можно я дома посмотрю? Нет? Ну ладно. Перейдем к ученикам. Вот прям по списочку. Внеклассные мероприятия на тему ценности и героизм. Урок реконструкции без срока давности. Посвященный памяти жертв геноцида советского народа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Помните, я рассказывал о целой пачке нововведений Кравцова? Все они были озвучены на форуме «Сила в правде». В школе нужно было смотреть трансляцию с выступлением министра в прямом эфире. Старт флешмоба в соцсетях «Символика России». Всероссийский урок, посвященный Столыпину. Урок о военных врачах. Внеклассные мероприятия «Война в истории моей семьи». Флешмоб «Доброе утро, страна». Урок мужества «Герой нашего времени» Алексей Панкратов. Урок общества знания «Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику». Программу этого урока мы с вами недавно на канале разбирали. Урок «Государственные цифровые сервисы». Единый день поднятия государственного флага. Урок о военных корреспондентах. Всероссийская акция «Сад памяти». И ниже прям красным выделено. Активное освещение на сайте школы и в соцсетях. Старт флешмоба «Мой далекий близкий друг». Урок мужества. Урок «Россия – страна возможностей». А возможность к ЕГЭ готовиться появится? Нет? Ну ладно. Флешмоб в соцсетях «Моя страна». Акция «Письмо и рисунок русскому солдату». Может быть все-таки российскому? Акция «Служу России». Школьники снимают короткие видео, в которых читают краткую биографию выдающихся российских государственных деятелей. Посыл «Они гордились тем, что служат в России». Размещение видеозаписей на сайте и в соцсетях. Опять все выделено красным и восклицательный знак. Акция «Работайте, братья». Кадеты юно-армейцы наклеивают на окна или рисуют букву «З» и обращаются к своим старшим товарищам, которые находятся в Украине с призывом «Работайте, братья». Естественно, обязательное освещение в соцсетях, восклицательный знак, красный цвет. Акция «Зачесть считали называть себя русскими». Опять же, может все-таки россиянами? Ну, многонациональная страна. Не? Ну ладно. И, конечно же, активное освещение в соцсетях. Само собой. Забавная ситуация. У нас постоянно кричат о том, что интернет портит детей. Соцсети надо запретить. И при этом сама школа, ну и вышестоящие инстанции, по факту запихивают детей в эти самые соцсети. Или вы искренне думаете, что вот шестиклассник видосик опубликует и все. Больше туда даже заходить не будет. Ну, максимум на «Раштудэй» подпишется и все. Это вообще-то не так работает. Просмотр фильмов патриотического содержания. Слушайте, все. Я уж даже читать-то устал. Это не весь список. И еще раз, внимание. Это все то, что на школу спустили дополнительно. Кроме всего этого, у каждого образовательного учреждения есть своя программа воспитательной работы. На всю школу. А еще у каждого классного руководителя тоже есть свой план воспитательной работы. Папочка специальная. И там, открою секрет, тоже много патриотических мероприятий. Потому что на дворе май. Может сложиться впечатление, что у меня негативное отношение к подобным урокам. Но нет. Мы все должны помнить о подвиге советского народа. Внимание! Советского! А не исключительно русского. Главное, не вот так помнить. Опять же, в телеге я это подробно разбирал. Подписывайтесь. Но если каждый день, а в этой таблице реально все с датами, в какой-то момент буквально ежедневно, так воспитывать школьников, вполне возможно, эффект окажется обратным. Особенно если учитывать, что часть из этих мероприятий вместе смотрим прямую трансляцию. И выкладываем фоточки в соцсетях. Да, я уже прям вижу, как школьники, буквально задержав дыхание, следят за каждым словом выступающего из Москвы. Школьники обычно так себя и ведут. Такая гора активности просто кричит о том, что часть этого движа будет реализована для галочки. Опять к нашему уютному чатику опытная Галина подключилась. А когда речь идет о Великой Отечественной войне, такой подход не работает. Не должно быть эффекта замыливания. Опять говорят. Это самое плохое, что может произойти. А при таком количестве качество непременно просядет. Давайте просто вот буквально на секундочку вспомним, что учителя в мае не только патриотическим воспитанием занимаются. Они еще уроки проводят, к ЕГЭ готовят, к урокам сами готовятся, тетради проверяют. Ну, это так. Между делом. В перерывах между патриотическим воспитанием. Да, еще учеба есть. Хотя, с другой стороны, какая к черту учеба? Нам надо украинские учебники анализировать.